Всем привет! Меня зовут Евгений Занин, я артист группы ударных инструментов Омского Академического Симфонического Оркестра и это проект «Что внутри?». Друзья, с раннего детства меня очень привлекали ударные инструменты. Всегда хотел заниматься и наступил тот момент, когда я пришел в музыкальную школу, сам записался и начал заниматься. Несколько лет проучился в музыкальной школе, поступил в музыкальное училище Шабалина, в дальнейшем в консерваторию, ну и ударные инструменты уже стали частью моей жизни. Хотел бы немного рассказать о роли ударных инструментов в оркестре. Эта роль бывает очень различной. Попадаются партии, где мы можем за все произведение исполнить лишь один какой-то удар в треугольник, возможно там в там-там, в большой барабан. И в принципе на этом вся наша роль и заканчивается. А бывают, конечно же, такие произведения, где мы исполняем ведущую роль, где ударные инструменты являются основой звучания, так скажем, таким движущим локомотивом, за которым уже все остальные музыканты следуют. И вот у нас здесь ударная установка, так скажем, классического состава. Самый большой инструмент у нас здесь представлен, это большой барабан, его еще называют бочка. Здесь у нас представлен один том, они делятся по голосам. Также еще в дополнение бывают, допустим, это у нас том-альт, том-тенор, том-бас. Далее, один из самых таких ведущих основных инструментов в ударной установке это мау-барабан. Далее у нас здесь тарелочки, хай-хэт, тоже такая основная тарелочка, в которой мы, в принципе, весь ритм, всю основу именно нашего барабанного бита, она, так скажем, все это цементирует. Тарелочка Crash, в которой мы делаем акценты, и тарелка Ride, это, так скажем, уже более такая второстепенная тарелочка, но тоже очень необходимая. И хотел бы немного рассказать о педалях. В основе, конечно, это педаль большого барабана, которую мы играем правой ногой, и педаль хай-хета. С помощью этой педали мы можем открывать и закрывать хай-хет, и использовать различные комбинации открытия-закрытия именно во время... С вами был Евгений Занин, и проект «Что внутри?» А полностью ознакомиться с инструментами симфонического оркестра вы можете 2 октября на концерте «Путеводитель по оркестру». Ждем вас в концертном зале. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...